Ну, всякие же дела. То на почту надо все ездить, то туда, то сюда. Вот и получается, что ему, инвалиду второй группы, пользоваться услугами общественного транспорта приходится не реже, чем 3-4 раза в неделю. Владимир потерял зрение 15 лет назад, тогда же и попал в ряды льготников. Правда, уже был готов расстаться с одной из немногочисленных привилегий и подсчитывал, во сколько смогут обойтись его поездки. Ездить, во-первых, в поликлинику часто. Ну, около тысячи, наверное, уходил. И, говорит, дело не только в дополнительных расходах. Старается подбирать транспорт, где он еще может воспользоваться своим проездным. Ведь из-за диагноза даже привычное обычным людям действие для него становится настоящей проблемой. Выходите с автобуса, мне надо заплатить, пересчитать их же. Ну, хорошо, если попроще кто-то тебе посчитать. По дороге в общество слепых, куда от своего дома может добраться только с двумя пересадками, размышляет о грядущей транспортной реформе. С теми, кто попал под удар при образовании, чиновники встречались последние несколько месяцев. В том, что монетизация мера вынужденная своих пассажиров пытались убедить профильные специалисты. Пользуются этими билетами, а их в год порядка реализовывают в порядке 3 миллионов. Всего лишь 20% ликотников на территории всей области. Причем из этих 20% 90% – это крупные города. Саратов, Ангельс, Балакос. Однако, несмотря на регулярные встречи, нужного эффекта так и не добились. Ликотники не раз собирались на местах, а сегодня у них появилась возможность рассказать, по их мнению, о недостатках реформы лично главе региона. Представители ветеранских организаций на специальном совещании снова указывают на грядущие сложности, особенно в преддверии дачного сезона. Валерий Васильевич, учитывая мнение всех ветеранов и просьбы их и так далее, обращения, я бы тоже просила вас как-то отсрочить пока введение в силу этого закона. Мы не примем то решение, которое ухудшит положение наших пожилых людей. Вот это очень важно, потому что мы в этом поиске до сегодняшнего дня, поиске такого баланса решения. Но пока специалисты не сумели до конца подготовить, просчитать это все. Решили взять тайм-аут. До конца года специалисты снова будут прорабатывать механизмы транспортного нововведения, чтобы к 2015-му у льготников не осталось вопросов, а сам переход на наличный расчет не стал таким болезненным. Утвердить постановление собираются на ближайшем заседании областной думы. Вероника Арапова, Дмитрий Сколов, ТВ-Центр, Саратов.